Благотворительные акции, как явление, сегодня довольно распространенное. Поддержать не только словом, но и делом обычно можно больных детей, ветеранов войны и других нуждающихся. Но куда реже люди собираются толпами ради животных, а ведь и им порой нужна помощь лишь в виде общественного внимания. Оставшиеся единицы амурских тигров и дальневосточных леопардов стали центральным объектом благотворительного забега, прошедшего во Владивостоке. Быстрее! 600 защитников природы и просто поклонников здорового образа жизни бегут на выбор две дистанции – один или пять километров. Среди участников невольно можно было заметить и непоследних государственных лиц, и представителей отечественного спорта. Вот, например, финиширует практически ничуть не уставший Дмитрий Песков. Во всяком случае, так говорит за него улыбчивое лицо. Ой, да вы знаете, вообще такая новация. Новация для любого форума. Мне кажется, это очень важно, потому что, во-первых, участвуют и горожане, участвуют вообще люди из региона, участвуют те, кто приехал со всех уголков мира на форум. Это очень здорово, это такое единение, единение тем более вокруг таких благотворительных идей. Благотворительность в этом забеге стала превыше соперничества. Все регистрационные взносы участников пошли на поддержку всех акций по защите Амурского тигра и Дальневосточного леопарда. Правда, так как на мероприятии можно было встретить государственных лиц, многие жители забывали о цели забега и уходили в дебаты по поводу проблем краевого спорта. В итоге ничего вообще нет, манех разваливается. Нас либо ставят на сбор в Сочи, в Новогорск куда-нибудь, либо мы никуда не едем и за свои деньги не справляемся. А когда приближается Константин? И ничего не стыдно? А, министр, что там местный? Я не забываю, на какой слогу. Я не знаю. Решить все эти вопросы, как отметил Песков, и призван двухдневный форум. Ведь на него, как известно, приехали и именитые отечественные спортсмены. Вот, например, до финишной черты добегает Иван Скобрев. Конькобежец завершил свою карьеру еще в начале этого года, но спорта, тем более в благотворительных целях, не бросает. Сильные мира сего в нашей стране показывают на своем примере, что каждое утро можно и нужно начинать со спорта, с зарядки, с бега. И здорово, что все эти люди, которые сюда пришли, а я слышал, что человек 500 точно сегодня есть, получают удовольствие, бегут, тренируются. Так что для меня, кажется, это одно из основных мероприятий, которое происходит на форуме. За возможность попасть на пьедестал некоторые бегуны все же поборолись. Четверка победителей в своих категориях получила фирменные статуэтки, медали и различные сувениры. Победителям я заметил, что, смотрите, они все такие поджарые, как тигры и леопарды. Не случайно. Ловкие, быстрые, прыгучие. Все сходится. В преддверии Года экологии в России такая благотворительная акция в рамках крупнейшего делового мероприятия, по мнению организаторов, позволит добиться максимального внимания со стороны не только представителей политической и бизнес-элиты, но и широкой общественности. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на 8.